Библейский портал экзегет.ру представляет И в третьей главе у нас продолжается история о великом походе Аллаферна, который, грубо говоря, уничтожает все народы, до которых только может дотянуться. И он все ближе и ближе к Иудее, к Израилю. И сейчас речь в конце третьей главы зашла о том, что окрестные народы, прежде всего финикийцы, они пришли в ужас от того, как Аллаферна расправился с остальными народами по пути туда. И что-то им надо делать. Вот третья глава начинает это описывать. Послали к нему вестников к Аллаферну с таким мирным предложением. Вот мы, рабы великого царя Новохадоносора, повергаемся пред тобой, делай с нами что тебе угодно. Вот перед тобой и селения наши, и все места наши, и все нивы с пшеницей, и стада овец и валов, и все строения наших жилищ, употребляя их как пожелаешь. Вот города наши, и обитающие в них рабы твои, иди и поступай с ними, как будет глазам твоим угодно. Вот такая безоговорочная капитуляция. Обычно в примерных переговорах все-таки обговаривают какие-то условия для себя, но вот они уже в таком ужасе, что ничего уже и не просят даже. И пришли к Аллаферну мужи и передали ему эти слова. Тогда он пришел в приморскую страну с войском своим, окружил высокие города стражи и взял из них отборных мужей в соратники себе. Они и вся окрестность их приняли его свинками, ликами и тимпанами. Это музыкальные инструменты, да, то есть вот полный триумф. Он же разорил все высоты их и вырубил рощи их. Ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Новоходоносору. Все языки и все племена их призывали его как бога. Вот еще один эпизод, где Новоходоносор предстает перед нами таким соперником бога. На самом деле это было не так. Ни ассирийцы, ни вавилоняне не преследовали религии тех народов, которых они покоряли. А Израиль тоже, кстати, вполне мог оставаться со своим храмом. Ну, когда разрушили Иерусалим, разрушили и храм. Но это не потому, что они поклонялись единому богу, а потому что Новоходоносор, потому что вавилоняне решили уничтожить Израиль. У них там были свои претензии, но не на религиозной почве абсолютно. А вот здесь Новоходоносор, этот литературный Новоходоносор, он оказывается таким бунтовщиком против бога. Он, во-первых, говорит, жив я, что не сказал, то сделаю моей рукой. Здесь он запрещает поклоняться каким бы то ни было богам. Этого в истории реально не было. То есть ассирийские и вавилонские правители, конечно же, поклонялись своим богам. И не ставили себя выше них ни в коем случае. Здесь он ставит. И, может быть, это некоторый такой, знаете ли, собирательный портрет жестокой империи. Мы уже выяснили, что Новоходоносор был в Вавилоне, а здесь он называется царем Ассирии, да, воюет с медианами и персами, которые будут следующим царством. То есть это все немножко так неисторично. Но это собирательный образ империи. И одно из свойств империи здесь довольно четко подмечено. Она ставит себя на место бога. Она требует, чтобы служили только ей. Империя объявляется высшей ценностью. Ну и вот здесь он, как какой-нибудь благочестивый царь Иосия в Израиле, уничтожает высоты и священные рощи. Но Иосия делает, чтобы поклонялись единому богу, а Новоходоносор, чтобы поклонялись ему. Придя к издрилу на близдоты и лежащего против великой теснины иудейской, он расположился в лагере между Гавайем и городом Скифов. Скифополь, кстати, довольно хорошо известен в новозаветные времена. И оставался там целый месяц, чтобы собрать весь обоз своего войска. Вот здесь у нас такой момент наивысшего напряжения, саспенс, как называется на современном языке. Вот сейчас Новоходоносор вторгнется в иудею. Что делать? Ну, можно сдастся, можно сказать, все, мы твои рабы, встретить его свинками и музыкальными инструментами, но тогда он уничтожит храм. Тогда израильтяне не смогут поклоняться единому богу. Что с этим делать? Вот задача, которая будет решена в следующей четвертой главе.